Приветствую вас. Давайте разберем ваши вопросы. У меня есть родственники в другом городе, но такое ощущение, что они меня во всю используют. Могут позвонить и поставить мою мать пред фактом, что приедут в гости. Не волнуйтесь, что у нас свои планы. Матери неудобно отказать. Я их вообще 10 лет не видел и не слышал. И тут они, как гром среди ясного неба, говорят, что приедут. Как их поставить на место дипломатично или дипломатично не получится? В психологии есть модели для такого поведения с наглыми родственниками? Спасибо. Вообще, я думаю, что вы, являясь дочерью своей мамы, испытываете примерно те же проблемы, что и ваша мама. А именно, вы испытываете трудности с тем, чтобы сказать людям «нет». «нет». При этом, вы, для меня довольно очевидно, ждете и ожидаете, в общем-то, что как-то вот, ну, к вам будут прислушиваться. Вы ждете и ожидаете, что вас, ваши планы будут как-то вот учитывать. А этого не происходит. И вы чувствуете себя от этого, в общем, обижены. Вот. То есть, понимаете, проблема здесь ключевая в том, что вы ждете, вы ждете от людей того, что они будут как-то учитывать ваш интерес. А на самом деле, люди этого делать не должны. Они могут, но не должны, так, ну, поступать. Вот. И технически, когда вы перестанете ждать от людей, что, как-то будут учитывать ваши планы, как-то вот, ну, ожидать чего-то от вас. То есть, делать что-то для вас. Когда вы перестанете в этом направлении действовать, вот тогда технически вам станет легче. Сейчас вы находитесь именно во власти, вот, в ожидании, говоря о том, что им плевать на то, что у меня были свои планы. Вот. Дальше. Как вы обращаетесь со своим, скажем так, чувством протеста, который, судя по всему, у вас есть? Вот. Как вы с этим чувством обращаетесь? Вот. Обратите внимание, вы говорите о том, чтобы поставить на место этих людей дипломатично. То есть, вы как будто бы себя сдерживаете, вас как будто бы волнует то, что они о вас подумают. Подумают. Вас как будто бы беспокоит их какая-то реакция. И вот именно это противоречие является проблемой. С одной стороны, вы говорите, что вы 10 лет их не видели и не слышали о них и вам вроде как на них плевать. С другой стороны, вы хотите остаться для них какой-то. Собственно, данное противоречие, как мне кажется, и мешает вам выражать свою позицию, мешает вам им отказать. И, ну, скажем так, мотивирует вас на то, чтобы вот стараться для них оставаться какой-то хорошей. Я думаю, что это страх. Я думаю, что это неуверенность в себе. Я думаю, что это стыд. Я думаю, что, может быть, это даже вина. А столь агрессивная, как мне показалась, модель вашего поведения связана с тем, что, вероятно, вы на них обижены. Или, вероятно, в целом по своей жизни сталкиваетесь как-то с тем, что вас не слышат. Вот. То есть тут есть несколько моментов. Это момент внешнего и момент внутреннего. касается того, от чего же вы хотите. То есть либо оставить свой интерес, либо, ну, остаться вот, условно говоря, на хорошем счету. Что, в принципе, у вас и получается, когда вы соглашаетесь на гипотетический их приезд. Вот. Или вы отстаиваете свои интересы и, да, получаете некое неодобрение, да, получаете некое вот такое вот поритание с их стороны. А, может быть, все дело в маме, может быть, вы чувствуете себя должной маме. Вот. Кроме того, кроме того, мне думается, что большую роль играет то, что вы, судя по всему, живете своей мамой. То есть мама, ваша мама, имеет на вас существенное влияние. Казалось бы, вы взрослый человек. Вам давно нужно жить отдельно. В смысле того, что, чтобы обеспечить себе возможность быть независимой вне каких-то, ну, вне желаний вашей мамы, мамы. Вне ее личных проблем, как-то невозможно, там, допустим, ну, отказать кому-то и так далее. То есть, ваша мама имеет, наверное, право не отказывать, если она так хочет. Но, как вы сами понимаете, что речь здесь идет именно о том, что в этом не свободны вы. Понимаете, да? И вот это, наверное, ну, самое неприятное. Поэтому при работе с личными границами, а именно о них мы сейчас говорим, вам в первую очередь нужно отграничить себя от своей мамы. То есть сделать в какой-то степени себя менее от нее зависимой. А сейчас получается такая ситуация, что вы очень-очень от нее зависите в этом смысле. И, как результат, вы страдаете. То есть дело не в родственниках, я так думаю, а в том, как на вас влияет реакция вашей мамы. И может быть какое-то требование от нее вести себя как-то, как вы считаете правильным и так далее. То есть перекладывание на нее ответственности за себя. И последующее прикладывание ответственности за себя же на этих людей. Которые, может быть, и не догадываются, ну вот так бывает. Которые, может быть, не догадываются о том, какие трудности вам они доставляют. Вам это покажется странным, вы, скорее всего, не поверите мне. Но такое вполне может быть. Вот. То есть это довольно, я бы сказал, распространенная сторона. Вот такой ответ я мог бы вам дать. То есть здесь уже на стадии вопроса появляется противоречие. И ваша задача – это противоречие разрешить. То есть сделать так, чтобы противоречие на вас не влияло. Сделать так, чтобы противоречие не оказывало на вас влияние. Как это происходит прямо сейчас. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Вы же, как мне показалось, довольно сильно центрируетесь на том, чтобы найти способ, то есть вы будете искать, вероятно, этот самый способ. Вы будете пытаться этот способ найти. То есть способ повести себя как-то, чтобы, ну, остаться, вероятно, довольным. Чтобы достичь всех целей. На самом деле, люди могут довольно легко вас не понять. Если люди могут на полном серьезе сказать, ну, мы не хотим ничего слышать, мы не хотим ничего знать. Вот, вы нас, мы вас спросили, да, вы там, нам должны и прочее, прочее, прочее. Родственники должны там друг другу помогать и всякое такое. То есть люди элементарно могут не захотеть идти с вами на какой-то контакт. Понимаете? И в этом смысле вы сталкиваетесь, конечно же, с проверкой своей позиции, с проверкой своего мнения. Сталкиваетесь с уверенностью в себе. Но самое главное, вы сталкиваетесь с той ценой, которую вы платите за свою точку зрения, за свою позицию, за ни много ни мало сохранение своего конфорта. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Это позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии, которые вам необходимы, потому что с личными границами и теми проблемами, которые я описал, необходимо работать за специалистом. Вам же я желаю эффективного принятия решения. Удачи и всего самого доброго. Удачи. Удачи. Удачи.